По статистике, в Акмолинской области порядка 70% пожаров происходит в жилых районах. В праздничные новогодние дни эта цифра возрастает до 82-85%. Для того, чтобы встреча Нового года не оморочилась таким несчастьем, как пожар, спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Прежде всего, обратить внимание на наличие сертификации перед использованием ознакомиться с правилами эксплуатации пиротехники. В предмете новогодних праздников хотел бы я предупредить всех граждан довести элементарное правило пожарной безопасности по безопасному проведению новогодних праздников. Во-первых, необходимо все, мы в Новый год стараемся запустить пекарды, фейерверки, салюты. Это является очень опасными предметами, скажем, повышенной пожарной опасности. Поэтому категорически запрещается запускать их с рук. Необходимо запускать на расстоянии более 100 метров находились пожароопасные объекты, не запускать рядом с автомашинами, не курить при запуске пекарды, не допускать, чтобы дети их поджигали. Элементарные правила позволят безопасно провести и радостно встретить. Без внимания не остались и вопросы безопасности на дорогах зимой. Второй немаловажный фактор зимнего периода – это движение на автодорогах нашей области. Уже в текущем году более 35 раз закрывалось и 6 раз огранили движение на автодорогах областного республиканского значения. Более 200 единиц техники нами было сопровождено в колоннах. Более 500 единиц техники были возвращены в населенный пункт, которые пытались выехать при неблагоприятных погодных условиях на автодорогах при закрытии их. Попросил бы жителей и гостей нашей области в случае острой необходимости не рисковать жизнями и здоровьем своих и своих близких. И при возможности добираться заранее, при благоприятных погодных условиях, добираться на поездах, если уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Также департаментом ПАЧС взяты на учет 517 объектов, которые задействованы в проведении новогодних культурно-массовых мероприятий, районного, городского, областного, республиканского значения. Это объекты образования, культуры, спортивные учреждения, развлекательные центры, дома престарелых, детские дома и другие. В целом спасателями сформировано 20 оперативных групп, организовано дежурство офицерского состава в местах проведения мероприятий. На данную работу задействовано 45 сотрудников и 19 единиц техники. Нурсултан Ибраев, Павел Соловьев, Жамбал Балтаев, Кокщаях, Парад.